Пензенской области нужен стимул для реализации масштабных планов по развитию инженерной и дорожной инфраструктуры в новых микрорайонах. Так называется программа в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», по которой федеральный бюджет выделяет субсидии. Наш регион рассчитывает получить порядка 4 миллиардов рублей. Соответственно, застройка города, она напрямую зависит от того, как мы строим сети. И, безусловно, то, что мы вошли в эту программу, то, что мы можем реально сейчас развивать и микрорайон по Зеленодольской, и микрорайон ГПЗ-24, и микрорайон Заря, и Спутник, всё это позволяет нам, в общем-то, то, что мы в этой программе находимся. Как отметил глава регионального минстроя Александр Гришаев, в этом году по программе «Стимул» возводят 5 объектов дорожной и инженерной инфраструктуры. В 8-м микрорайоне Арбекова и ЖК «Лугометрия». Объём субсидий из федерального бюджета превышает 170 миллионов рублей. Всего до 2024 года было включено 20 объектов из федерального бюджета. Это привлекало сумму более 1 миллиарда рублей. Кроме того, Олег Мельниченко и Александр Гришаев обсудили вопрос строительства новых учреждений образования, также с участием средств федерального бюджета. В их числе школы в Чемодановке, в микрорайоне ГПЗ-24 и городе Спутники. Работы на последнем объекте ведутся с опережением графика. Как отметил губернатор, заданных темпов нужно придерживаться и впредь, чтобы учебное заведение распахнуло свои двери уже к 1 сентября 2023 года.